В Караганде учитель физкультуры вылечил сына от лейкемии. Фарид Сагиров, изучив биохимию организма человека, выявил причину возникновения болезни у детей. Сделанные открытия мужчина собрал в проекте под названием «Здоровье каждого, здоровье нации» об инновационном проекте Айды Ибраева. Они создают концентрацию гормонов. Просто прыжки, или вот допустим прыжки на месте различных направлений. Во-первых, это координация. Во-вторых, и здесь, значит, ориентация пространства. Фарид Сагиров, тренер со стажем. В Караганду приехал недавно. Главной причиной переезда стала болезнь сына. О диагнозе лейкемии у мальчика родители узнали два года назад. Это и стало отправной точкой для создания проекта «Здоровье каждого, здоровье нации». Сегодня о своем проекте мужчина говорит с гордостью. Ведь благодаря простым правилам здоровья Фарид Сагиров вылечил своего сына. Я эту программу назвал «Записки учителя физической культуры». Где-то может быть какие-то доводы, но чтобы, допустим, мысль какая-то возникает, вот допустим, вымывание кальция из костей, я проверяю по источникам. У меня есть литература, еще при Союзе я ее выписал. Она должна быть основана. Именно сбалансированная программа по питанию и по здоровому жизни. Я такую программу, я не хочу хвалить, допустим, что это, чтобы довести до людей, вот такая вся программа, она лежала бы на столе у каждого. Как говорит автор, главная цель его программы – это сократить количество больных детей. Досконально изучив биохимию человека, мужчина уверен, проект должен осуществиться. Ведь при соблюдении определенных правил питания, а также выполнении физических упражнений, поможет многим родителям вырастить здоровых и сильных детей. Значит, в этой программе, вот это вот, именно раздел вот эндоканабиноиды, оно большую роль играет в воспитании детей. Именно вот введение активного образа жизни, чтобы вот эти вещества образовывались в нервных клетках не за счет, допустим, потребления сладкого или там в подростковом периоде алкоголя, а именно за счет того, что дети занимались активным образом жизни. Главная рекомендация по здоровому питанию от Фарита Сагирова – это употребление натуральных продуктов. Как говорит спортсмен, рацион человека должен состоять из определенных ингредиентов. Натуральное питание. Основа питания – это мясо, это белок, это аминокислоты. Для организма человеческого необходимо 20 аминокислот. Они все есть в мясе. Наша карагандинская, допустим, у нас на юге Казахстана баранина, конина. Здесь очень хорошие, вот мы ребенку. Потому что основа – это эндокриновая железа, эндокриновая система и иммунитет сильный. Основа иммунитета – это красный костный мозг. Имея 17-летний опыт работы с детьми, сегодня тренер Фарид Сагиров вынужден снова учиться. Недавно переехав в Караганду, мужчина еще не успел трудоустроиться. Однако и это не останавливает отца-энтузиаста. Фарид Сагиров поступил в университет и сегодня может похвастаться, что может утереть нос любому молодому спортсмену. Аида Ибраева, Толегин Рашитов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.